Сетевые протоколы Здравствуйте! У нас сегодня очередная встреча на тему сетевых протоколов в Linux. Мы продолжаем уровень сетевой, то бишь IP. У нас сегодня довольно разнообразная программа, потому что в прошлый раз, видите, из-за временного сбоя, я немножко был в растерянности, замял кое-какие вопросы. Но, тем не менее, опять же, если вы посмотрели на сайт наших лекций, я сделал достаточно подробный конспект предыдущей лекции, какова она могла оказаться. Вот тут, видите, довольно много всего интересного. Так что и домашнее задание, и тематика, мне кажется, в сумме все-таки раскрыта. Сегодня, значит, у нас продолжение разговора про сетевой уровень. Вот. И кое-что интересное мы с вами поделаем на этом самом сетевом уровне. Значит, напоминаю, прежде чем начать рассказывать что-то содержательное, что на уровне сетевом у нас решаются две задачи. Это глобальная идентификация. Об этом мы говорили в прошлый раз. Раздача IP-адресов. И, собственно, изобретение алгоритма доставки, то есть обеспечение возможности попадания пакета с IP-шником отправителя к получателю по опишнику получателя. Это самая возможность доставки. У нас тут повсюду дихотомия делится на две подзадачи. Во-первых, как устроить маршрутизацию в условиях, когда она известна. И мы как раз в прошлый раз просматривали такую штуку, как табличную маршрутизацию. И вторая подзадача, которой мы заниматься не будем, но о которой надо было упомянуть. Я посмотрел в прошлый раз, я об этом упомянул. Сегодня просто назову некоторые названия, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Вторая задача, как управлять маршрутизацией. То есть обеспечить возможность передачи нашего пакета по какому-то маршруту. В случае, когда мы в точности не представляем всю геометрию всего интернета. Что, в общем, конечно же и невозможно. Вот. Значит, сегодня мы будем заниматься все еще... Задачка номер один, потому что задачка номер два, как я сейчас расскажу через некоторое время, она не того масштаба, не того масштаба, который нам на наших виртуалочках доступен. Вот. Хочу сразу сказать, что так вышло, что, видимо, по IPv6 у нас лекций не будет. Или она будет в самом конце в качестве бонуса. Вот, если я ее сделаю. Потому что у меня и так был запланирован рассказ про IPv6 только на уровне бла-бла. А тут он еще и выпал. Еще одно неожиданное совершенно замечание состоит в том, что... У нас тут был в понедельник практику по этому... Значит, по этой лекции, по этой теме. И выяснилось, что не все хорошо понимают суть команды IP-root-add. И вообще, как и там... Иногда ошибаются в трактовании понятия табличной маршрутизации. Когда я говорю IP-root-add-сеть via маршрутизатор, капитан, очевидно, спешит на помощь. Вот этот маршрутизатор, это адрес маршрутизатора. Очень... Не единожды, и в том числе у достаточно подкованных студентов, получалось так, что вот здесь они писали свой собственный адрес. Ну, типа, я буду выдавать пакеты в сеть через свой собственный вот такой IP-шник, а дальше трава не расти. Нет, конечно. Таблица маршрутизации, это таблица роутеров, грубо говоря, известных вам. И там, конечно, указывается тот, через кого вы пересылаете. Вот. Хочу сказать, что я после некоторых экспериментов придумал, как осуществлять доступ к виртуальной машине не через сеть, но при этом, чтобы всякие копипасты работали. Вот это все. Значит, сейчас давайте на это будем смотреть. Вот, значит, мы запускаем наш VirtualBox. Вот мы клонируем нашу машину. Давайте мы ее... Вот. Обратите внимание, что в ней включен, но отключен COM-порт. Он включен в том смысле, что его видит операционная система, но ни к чему не присоединен. Сейчас мы этот COM-порт клонируем машину. Это у нас будет первый сервер. СРВ1. Вот. Полное связное клонирование. Все макадреса новые. Склонировали. В настройках этого COM-порта. Как было на первой лекции, но там было все очень муторно и неудобно. Мне кажется, что я сделал удобно. В настройках этого COM-порта. Переподключаем этот COM-порт к сокету TCP-шному. Убираем здесь галочку, чтобы наша виртуалка при старте этот сокет сама создавала. И поскольку каждый из них будет создавать свой собственный сокет, надо указать порт на localhost, на котором этот сокет будет находиться. Но поскольку это у нас СРВ1, пускай называется 2321. Вот такой был. После этого давайте сразу мы эту машинку подсоединим к какой-нибудь внутренней сети, потому что нам это понадобится в дальнейшем. Допустим, инф нет. Внешняя сеть NAT, внутренний нет. После этого мы можем смело запускать вот эту машинку. Вот. Она при старте создаст пресловутый сокет. И на нем будет запущен логин. Я так настроил. Я поправил образ виртуалки таким образом, чтобы в этом месте запускался логин. Давайте посмотрим, где у нас тут 2321. Вот он. Значит, на порту 2321 что-то, что-то происходит. Очень хорошо. Пускай оно там происходит. Давайте сюда притягиваемся. Localhost 2321. О, смотрите. Там логин. Дело в том, что я запустил, что этот компорт считается терминалом операционной системы. Я там запустил просто обычный логин. Вот. Что я не сделал в прошлый раз. Это не поборолся с эффектом удвоения строки. Вот я говорю root. Она говорит root. Вот пароль root root. Она говорит root. Вот я говорю ls. Она говорит ls. Что это такое? Мы пришлось расчехлить свои древние знания из прошлого тысячелетия. И вспомнить, что по умолчанию программы тел нет. И вообще такого рода сетевые подключения работают в так называемом острочном режиме. Вы вводите целую строку. Нажимаете enter. И только тогда происходит передача данных. Наш проброс компорта по TCP, разумеется, работает не в таком режиме, а в режиме один пакет, один байт. В смысле один байт. Да, один байт. Поэтому мы должны сказать control квадратная скобочка, control квадратная скобочка, выйти в управляющий интерфейс самого тел нет. И включить, познать по символьный режим работы. Моди. Чар. Оно некоторое время поругается. Тут какая-то фигня связанная с протоколом тел нет, которая естественно нашим логином никак не обслуживается. Но фиг бы с ним. Но после этого все начинает красиво работать. Вот. А самое главное, что это вы же видите, что это терминал, это мой терминал. Вот работает копипаста отсюда. Красивая, годная, хорошая копипаста. Вот. И вот пока это копипаста работает, давайте мы возьмем и запустим какой-нибудь трейсрут. Это еще одна вещь, которую я не объяснил в прошлый раз по некоторым причинам. Вот. Давайте мы посмотрим, как он работает. Напоминаю, что трейсрут это инструмент, который показывает маршрут следования пакетов. Вот. Некоторая важная подробность работы этого инструмента состоит в том, что он не показывает маршрут следования пакетов. А что он показывает? Ну, давайте посмотрим, что он показывает. Значит, некоторый недостаток вот такого логина состоит в том, что мы можем только с одной... У нас то есть только один компорт, можно было сделать два. По которому мы прителнетились. И что-то из этого надо запускать прямо на машинке. Давайте мы переименуем ее в srv1. Sethostname. А, да. Давайте мы это сделаем отсюда, чтобы было понятно, что это действительно так. Sethostname. Обратите внимание, работает tab. srv1. У нас разлогинило... Так написано в скрипте от hostname. Зато теперь мы видим, что у нас машинка называется srv1. Вот. Правда, вот здесь вот мы не видим, что она так называется. Интересно, как бы это... Как бы это... Это можно сделать с помощью специальной эскип-последовательности. Но давайте не сейчас. Возможно, я попробую это сделать. Вот. Значит, ну вот тут все еще srv. Но если мы сделаем ctrl-d, то есть перезапустим наш логинер, то мы увидимся srv1. Обратите внимание, я сделал the startgrade, обновил ядро. Что-то произошло с видеорежимом работы. У нас экранчик стал меньше. Но, в общем, надеюсь, это нам не помешает. А, да, я еще хотел сказать, что помимо того, что я поставил сюда утилит, обновил ядро и вообще кое-чего проделал, я еще уменьшил на 20 мегабайтов размер образа, потому что нашел там кэш опта пакетов всех в репозитории. Я его удалил и вставил удалитель кэша опта в скрипт zeroing, который минимизирует размер этого самого диска. Ну вот, соответственно, теперь у нас какой-то совсем маленький получается, типа 230 мегабайт занимается образ. Ну вот. А, извините, пожалуйста, еще одна вещь, которую я тоже хочу рассказать. Значит, если вы хотите воспроизвести вот эту вот схему доступа по телнету или чему-то подобному, имейте в виду, что по умолчанию, это я сделал так, чтобы было удобно мне, по умолчанию тип терминала, вт100, ну отлично. Вот. Если ваш телнет внезапно говорит, что тип терминала, скажем, ANSI, то работать будет плохо, стрелочки работать не будут, там будут всякую чухню писать. В общем, значит, вт100 тип терминала. Имейте это в виду, в настройке вашего тел нет, если у вас не линукс, да, надо указывать тип терминала. А еще лучше и к стенам, тогда будет еще круче. Сейчас скажу как, скажу как точно. x7-256 color. Он еще и цветной, а он раньше был цветной. Ну, в общем, вот. Значит, и так работает... Да, значит, если вы никак не можете с этим справиться, тип терминала можно поправить. Поправить в файле .etc.net tab. Вот в этом месте... Где он тут? Так где же он тут? О! Вот в этом месте можно написать вместо вт100 тот терминал, который, если у вас убогий телнет, который ваш телнет хочет, чтобы был на этом устройстве. Здесь я написал вт100, в некоторых местах я писал extern. Неважно. Вот. По умолчанию компорт в конфигурации включен, но выключен. То есть компорт есть, система его видит, но к нему ничего не присоединено. И это позволяет запускать логин. И этот логин вечно ждет, что кто-нибудь подключит какой-нибудь девайс к компорту. Все, трясут. Так. Где у нас будет TCP dump, а где у нас будет... Где у нас будет... Да неважно совершенно. Давайте мы здесь напустим трейсрут, а здесь запустим TCP dump. Трейсрут. А! Значит... Что ж такое? Никак не дойдут до трейсрута. Еще одна тема, которая была в прошлый раз. Планирована, но мы ее не потрогали. А тема важная. Собственно, вы этой темой уже занимались несколько раз. Потому что, я так понимаю, большинство и здесь присутствующих свои отчеты таким способом пересылает. Но давайте мы... Давайте мы... Еще раз... Вот этот кусочек, как настроить... Настроить интернет на виртуальной машине пройдем. Потому что нам сегодня это понадобится прямо в лице. Значит... Ну, верт. Сейчас трясрут смысла никакого не имеет. Да, нам нужно именно настроить интернет. Значит... Что у нас творится сейчас? Что ты... Ну вот... Уйди противные. Вот. Теперь нормально. Это кто-то из редакторов в этой консоли немножко сглючит. Так вот, значит... Сейчас. Секунду. Простите, пожалуйста. Сделаем вот так. Сделаем вот так. Сделаем вот так. Моди. Все. Да что, штукую-то. Клан все работало. Ну ладно. Значит... Как-то оно работает. Что у нас творится в данный момент на машине? Простите. На данный момент на машине у нас... У нас есть все интерфейсы заглушенные, но мы знаем, что наша машина SRV подключена с помощью ETH0 к условному интернету, из которого нам приезжают автоматом всякие конфигурации интересные. Мы делали PCD в качестве универсального настройщика интернета. Вот. А сейчас давайте попробуем это все настроить вручную. Тем более, что это не так сложно, как кажется. Значит... IP-Link... Нет? Нет? Ну хорошо. IP-Link. IP-Link. Set. Дев. Этаж. 0. Up. Сейчас подумаем, нужно ли нам дыхаться PCD или не нужен. Или руками. Я просто могу не вспомнить, какой там... Хорошо. Сам себя обманываю. Давайте запустим dhcp CD минус ETH0. И просто посмотрим, как у нас тут произошла... Не надо минус ETH0 было говорить. Сейчас. Вот так надо сделать. Да. Вот. Значит... Как у нас происходит настройка интернета? Настройка интернета состоит из трех вещей. Нам нужно настроить внешний опишник, через который будет виден интернет. Нам нужно настроить маршрутизатор, как минимум маршрутизатор по умолчанию. Вот. Этот маршрутизатор будет 10.0.2.2. И нам нужно настроить службу доменных имен, которая будет отвечать на наши DNS-запросы, превращать доменные имена в IP-адреса. Это вообще протоколы приложения. Мы об этом будем говорить позже. Но настроить надо. Значит, три вещи. Значит... IP-шник. Маршрутизатор по умолчанию. DNS. У нас на наших виртуалках самый простой способ настройки DNS через стандартный либо Resolve, стандартный Resolver. Для того, чтобы это сделать, надо в файл etc.resolve.conf вписать строчку name-server и дальше name-server. Обратите внимание на то, что name-server у нас работает тот name-server, который у меня в моей локальной сети, вот здесь, где я сейчас мы с вами находимся, является name-server. Это мой домашний маршрутизатор. Да. Диапазон адресов 192-168 как бы намекает нам на то, что это внутренний адрес, вот это все. Вот. Нет у нас сейчас времени воспроизводить все это вручную. Вот эти три настройки. Я поэтому все-таки решился на DHCP. Вот. Но обратите внимание на то, что именно три настройки нужно сделать. IP-шник, маршрутизатор по умолчанию, DNS. DNS можно не настраивать, тогда он не будет работать, но вы можете вполне себе работать вместо доменных именов, вместо доменных имен прямо по адресам. Какая проблема. После такой настройки мы теперь можем приступать к работе TraceRoot. Значит, TCP-Dump минус ETH0 i7. Значит, у TCP-Dump очень сложный язык задания фильтрации того, что именно он будет показывать, а что не будет. Вот. В данном случае я указал название протокола и TCP-Dump будет нам показывать только те, только пакеты уровня IP, которые соответствуют этому протоколу. Ну что, давайте попробуем сказать. Кстати, нет. Не здесь. Наоборот. Вот здесь сделаем TCP-Dump. Dump минус ETH0 i7. А вот там сделаем TraceRoot. TraceRoot. Я.ру. Первое, что сейчас произойдет, и мы этого не увидим, потому что... А давайте уберем ICMP, тогда мы увидим все. Первое, что сейчас произойдет, и мы это теперь увидим, потому что мы увидим все пакеты, это выяснение, а кто такой Я.ру через прикладной протокол DNS. Там пошлется, я так думаю, UDP пакет на name-сервер. Этот самый 120-168-101. Вот. Нам ответит, что это за пакет. А дальше будет, собственно, весь сербор с TraceRoot. Вот. Вот. Как выглядит TraceRoot для пользователя? Для пользователя, давайте мы это выключим. Для пользователя TraceRoot выглядит так. Так. Мы узнали адрес Я.ру. Это 87-250-250-242. Мы пытаемся выяснить путь. Первый, хоп, это наш собственный интерфейс 10-0-2-2. А, нет, нифига, наш собственный интерфейс был этот самый 10-0-2-15, да? Или 15, сейчас. 10-0-2-15, да. Значит, первый хоп, то есть следующий маршрутизатор 10-0-2-2-2. Следующий маршрутизатор что-то, что внезапно зарезовывалось само себя, называют роутер. Это 192-168-01. Почему оно здесь написано буквой? Да потому что у нас DNS-сервер 100-1-108-01. И он точно умеет себя преобразовать в доменное имя роутер. Вот. Если бы мы сказали минус N, мы бы не увидели этого. Вот. Дальше. Это следующий хоп. Как раз тот самый мой домашний маршрутизатор. Это следующий хоп. Это какая-то машинка в сети. Дальше. Очевидно, что есть какие-то хопы, но про них ничего нет. Сейчас посмотрим почему. Дальше начинаются хопы где-то уже внутри НТС интернета. Пакетики прыгают. Пересылаются. Вот. Дальше. Дальше непонятно. Дальше. Внезапно. Обратите внимание. Мы опять получаем ответ из сети с внутренним диапазоном адресов. Первый раз такое вижу. Как вообще такой пакет до нас дошел. Вот. Ну и наконец доходим до этого самого Яру. Мы видим, что этот Яру от нас находится в 12 хопах. Мы видим, что некоторые из них посылают. Как бы до некоторых из них мы не знаем кто они такие, потому что нам нет ответа. Вот что это за ответ. Давайте посмотрим. Итак. Начнем сначала. Как я уже обещал. Первым делом. Первым делом. Трисуру тут совершенно ни при чем. Первым делом надо понять кто такой Яру. Этот вопрос выясняется с помощью протокола уровня прикладного DNS. Вот мы на наш name server тот самый роутер который с 92-168-101 обращаемся с DNS запросом со словами Яру. А? Вот это. А? Это значит просто адрес. Ну еще по ходу мы у него спрашиваем. А ты то сам кто? 192-168-101. Ты кто? А еще мы у него по ходу спрашиваем. А может у тебя есть IPv6 адрес? Ааа. Вот это. Ааа. Это IPv6. Значит. Ротер подумал и отвечает. Так. Ну во-первых. Все по очереди. Во-первых. Ты спросил кто такой 192-168-101. Это роутер. Называй меня роутер. Все. Теперь он называется роутер. Во-вторых. Ты спросил кто такой 87-250-242. Адрес его. А нет. Вру. Ты спросил кто такой Яру? Был вопрос. Был запрос с идентификатором 5632. Так вот на ваш запрос с идентификатором 5632 я вам отвечаю что Яру это 87-250-242. А на ваш запрос с идентификатором 48642 на IPv6 адрес Яру я тоже могу ответить. Вот IPv6 адрес Яру если хотите. На что он там ругнулся на никс домен я не знаю. Вот. На. А. Еще он спросил кто такой Я. Но кто такой Я он не знает. То есть адрес 10-0-2-15 нашему роутеру неизвестен совсем. Он сказал. Знаете что. А вот кто такой 10-0-2-15 я не знаю. Простите. Ну и ладно. Сказал ему. Эти спидант. Буду называть себя просто 10-0-2-15. Есть. Вот. А дальше пошла интересная картина. Мы посылаем на по адресу Яру. На специальный порт. Чего? Надо сделать минус н. А минус н тут есть. На специальный порт. Просто он называется тресрут. Давайте сделаем. Н. 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 И конечно. Вот. Еще раз тресрут. Вот. Да. Значит. Где там начало. Вот. Так. Надо чуть подлиннее сделать. Секунду. Может быть. Вот. Вот. Так. Я хочу чтобы нам тайм-то-лиф показали. Есть лототель. Есть лототель. Шикарно. Вот. Теперь все видно. Значит. Смотрите. Ой. Как много. Смотрите. Вот мы засылаем. Мы выясняли кто такой Яру. В общем. Где-то здесь. Сейчас мы. Во. Мы посылаем. УДП запрос. УДП пакет. На специальный порт. Три. 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 Четыре. Посылаем пакет. Который. В общем. Не важно. Что у него внутри. Важно. Что это IP пакет. У которого поле. Тайм-то-лиф равно единице. Что происходит. Вот. Мы посылаем. Да. Что происходит. Когда мы посылаем. Пакет. У которого поле. Тайм-то-лиф равно единице. Первый же маршрутизатор. Пытается его маршрутизировать. И говорит. Слушай. Все. Твой пакет не дошел. Первый же маршрутизатор. 10.2.2. Говорит. Знаешь что. Ты тут посылал пакет. Вот этот самый. Но. Вот этот. Вот. Но он не дошел. Да. Да. До адресата. Это ICMP ответ. ответ. Ему присылается. Да. Значит. Он до адресат не дошел. Потому что. А. Тайм-то-лиф просрочился. А. Значит. Он стал равен нулю. А. А. Я все еще. А я маршрутизатор. Все еще не твой адресат. Окей. Говорит. Испидант. Вот. Первый хоб. Ладно. Дальше. Был послан пакет с тайм-то-лиф 2. Вот он. Туда же. Первый хоб. Поменял этот тайм-то-лиф на единичку. Второй хоб. Сказал. Ну. Это. Где он там у нас. Во. Вот он. Второй. Он сказал. Не-не-не-не. Смотрите. Ты тут посылал пакет. Он был тайм-то-лиф. Значит. Когда до меня он дошел. Он был тайм-то-лиф 1. Поэтому он стал тайм-то-лиф 0. Не дошел твой пакет до адреса. Вот ответ. ИСМ пишет. Окей. Говорит. Трейсрут. Вот ответ. Такая же точно фигня происходит с ответом на запрос, который тайм-то-лиф равен 3. Вот. Где-то тут должна быть. Вот. Следующий маршрутизатор. Вот она. Ну и так дальше. В некоторых случаях маршрутизаторы, которые мы проходим, либо вообще не посылают такую обратку. Просто тупо жрут эти пакеты и ничего мне не говорят. Либо эту обратку посылают, но поскольку это протоколы СМП, злобный системный администратор, его просто выключили. И пакет не доходит. Если пакет не доходит, трейсрут, разумеется, не получает СМП ответа и говорит. Ну, короче, когда я послала пакет с тайм-то-лиф 4, мне ничего не ответили. Андрей и Димка замечают, что есть еще МТР, но я просто его не ставил. Вы могли заметить, что примерно так же устроен и трейсрут. Видите, он все пакеты отослал сразу, а потом по мере прихода запросов на них ответы публикуют. Так что претензии от Андрея не принимается. В общем, все это продолжается до посинения. Посинения происходят, когда в двух случаях. Первый случай. Наш пакет дошел до адресата. Он, правда, скажет, что вот этот порт Unrichable. Но кто это скажет? Это скажет 87, лично 87 250 250 242. Наш адресат скажет, что вы тут мне УДП пакет прислали. Ну, так я его не принял. Но трейсрут говорит, ага, мне ответил сам 87 250 250 242. Вот последний ход. Почему, как я говорил в начале, это не есть путь следования пакета? Потому что это есть концы путей следования пакетов, которых минимум 12 штук было послано. А на самом деле там, по-моему, патрион их посылает. Вот эти вот звездочки, видите, три звездочки означают, что был послан сразу три таких запроса. И три раза мы не дождались ответа. Вот. В редких случаях бывает, что один запрос... А вот. Вот. Смотрите, как себя ведет, например, два последних хоста. Один запрос ответили, на два не ответили. Зачем? Ну, потому что, типа, мы как бы нам догадываться, что там нас трейсрутят. Да? Догадывается. Но одного ответа хватит. Зачем вам три? Вот нам одного хватило. А два других не дошли. А здесь вот один не дошел. А здесь вот тоже два не дошли. Ну, короче говоря... Вот. Вот. То есть их тут на самом деле был даже не 12, а 36 запрос. Вот. В чем фишка? Тут даже где-то должно быть, если уж быть предельно четким, здесь должно быть написан номер ID 155. Вот давайте самый первый с TTL 11. Сейчас. Ну, скажем, самый первый запрос TTL 7. А, TTL 7 у нас ответил кто-нибудь? Нет, не ответил. Тогда с TTL 3 хотя бы. Самый первый запрос TTL 3. А вот он. У него ID 16587. Случайное число. Если поискать это 16587, то это будет как раз ответ на этот самый запрос именно под номером 16587. Где же он тут? Гребть надо, конечно. Такие вещи. Иначе мы тут умрем просто все. Давайте тогда так сделаем. Ну, а то что там. Так. Ну, ищем TTL 3, например. У него должен прийти ответ. Первый запрос TTL 3. 9847. Ищем ответ на запрос 9847. Вот он ответ на запрос 9847. на конкретный. На конкретный этот запрос приезжает ответ, что тайминг сидит. Ну, вот это вот и все. Ну, вот примерно так это устроено. Ага. И тут, и тут у нас после запуска редактора VI начинается, начинается некоторая катавахи. Все. Значит, это было такое длинное отступление. Ой, 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 как мы долго этим занимались. Длинное отступление по работу трейсрут. Значит, последнее, что надо сделать для того, чтобы данная машина работала у нас не просто имела доступ в интернет, а еще и работала пересылщиком пакетов. Вот. Это, естественно сказать, сисктрель. Нет. IP forward равняется 1, чтобы она работала маршрутизатором. И сделать еще одну штуку, которая, с вашего позволения, скопипастить, потому что мы не очень хорошо понимаем, что это такое. Вот. Значит, ой, да что ты будешь делать? Ой. Значит, минус о. Ой. А, русские буквы. Блин. Русские буквы. Вот. Иташную. Сработало? Сработало. Вот. Что при этом происходит? Что при этом происходит? Эта команда включает firewall. Firewall у нас будет. Хотя бы чуть-чуть, но будет точно. Включает firewall, а точнее включает в наш линуксовый firewall, а так называемую трансляцию сетевых адресов. Network address translation. В данном случае мы делаем следующее. Мы все пакеты, которые у нас выходят через этаж 0, а этаж 0 у нас вообще-то интерфейс по умолчанию, да, через который у нас идет наш по умолчанию, все их заворачиваем в IP адрес 10, 0, 12, 2, 15. Как именно это происходит, мы поговорим на одной из следующих лекций, когда мы будем говорить про транспортный уровень, потому что это преобразование требует более хитрого анализа пакета. вот, но фишка стоит в том, что если мы сейчас к нашему серверу присоединим, скажем, какой-нибудь маршрутизатор, давайте его сделаем, это будет роутер, ну короче, еще одну машину присоединим, то у этой машины тоже будет доступ в интернет, если мы настроим маршрутизацию по умолчанию на SRV1, значит, у нас тут сеть называется интернет, в роутере у нас должно быть 3 сети, давайте все 3 включим, первая сеть это будет интернет, а вторая сеть это будет, допустим, изолейтед, а третья сеть вот это будет дип, дип, вот такая машинка, хотим ли мы к ней телнетиться, наверное, хотим, включаем ей компорт на TCP, убираем здесь галочку, здесь пишем 2323, это наш маршрутизатор, запускаем, что я сейчас хочу показать, я хочу показать, что у нас сейчас будет выход в интернет, в том числе из машины, в которой мы вот этот интерфейс NAT не активировали вообще. давайте, значит, отсюда мы разлогинимся, разлогинимся на 23-ю, так, значит, в моде C, вот, что мы хотим сделать, вот, мы хотим сказать, up, этаж 1, мы хотим сказать, ip, add, add, dev, этаж 1, 10, 1, 1, 1, 2, 24, а на этом самом, зря отсоединился, сейчас подключусь, а на нашем сервере, который осуществляет доступ в интернет, моде C, а на нашем сервере тоже, up, этаж 1, ой, до вёлки палки, ip, link, set, dev, этаж 1, up, ip, add, r, неважно, add, dev, в, этаж 1, 10, 1, 1, 1, 24, да, ping, 10, 1, 1, 2, и тварь, так вот, у меня есть подозрение, что если мы сейчас на нашем, сейчас, set, host, name, router, да, если мы сейчас настроим маршрут по умолчанию через 10, 1, 1, 1, ip, road, add, dev, add, default, via, 10, 1, 1, 1, то в появившихся условиях у нас даже будет работать трейсрут как-то у нас был дик, я точку, ру, не ры, ару, 87, вот, вот сюда вот, у нас будет работать трейсрут, только, о, днс у нас не работает, трейсрут работает, у нас есть доступ в интернет с роутера, тел нет, 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 кат, нет, кат, я точка, ру, вот по 80-му порту, не я ру, а вот эту фигню, потому что днс я не настраивал, чё, чё, нет, не работает, а почему не работает, а раньше работал, ну ладно, ладно, важно, что важно, то, что у нас работает вот эта фигня, и пинг тоже работает, а, потому что я оружие, господи, тупой, нет, чё он нам не даёт, должен давать, раньше работала, чё дело не так, ну ладно, мы к этому ещё вернёмся, вот, по идее должно было работать, непонятно, чё дело не так, может быть тут с терминалом какая-то фигня, это кто у нас, это роутер, а почему у него, а, потому что вот так вот, да, роутер, ещё раз, нет, кат, что там, 87, просто проверим, 87, 250, должна работать, не знаю, чё им не так, 250, 242, 80-му порту, во, с этим терминалом какая-то фигня, тут работает, о, смотрите, мы подключились с внутренней сети, из машины, которой вообще нет выхода в интернет прямого, через наш маршрутизатор, через наш сервер SRV1, к сети, к хосту 87, 250, 250, 242, по 80-му порту, у нас даже чё-то заработает, так, а тут чё-то не работает, как бы, неткат, чё-то не хочет, ну ладно, это, это деталь, так, сделаю я паузу в этом, значит, мы продемонстрировали подключение к интернету, сделаю на этом паузу, поговорю немножко, поговорю немножко про бла-бла, у нас есть некоторый, некоторый, некоторая тема относительно бла-бла, которая залиплась и вчера, и её надо бы, надо бы озвучить, вот, напоминаю, что табличная маршрутизация вида сеть маршрутизатор хороша тогда, когда мы знаем эту самую табличную маршрутизацию видит сеть маршрутизатор. Даже в случае общей, общего администрирования, но уже достаточно крупной сети, возникают проблемы с тем, чтобы доставить все данные о всех маршрутах внутри нашей локальной администрируемой нами сети до всех маршрутизаторов. Мы с этим сталкивались, когда решали домашнее задание, помните, что там надо было, когда у вас больше одного хопа, нужно руками прописывать таблицу маршрутизации с этой машины вон туда, через вот эту. Да? То есть, помните, домашнее задание из четырёх, было из четырёх машин, давайте посмотрим. И на вот этих двух роутерах нужно было прописывать на этом роутере маршрут досюда, а на этом роутере маршрут досюда. Иначе, руками, иначе домашнее задание не решалось. В этот раз не удалось, может быть, если мы будем повторять этот курс, хватит времени воспользоваться специальным протоколом, который называется ОСПФ. И это протокол динамической маршрутизации. Фактически, эта штука для оперативной доставки маршрутных таблиц в пределах администрируемого вами IP-пространства. Он уже довольно сложный, этот протокол. Ну, общая идея у него очень простая. Собственно, вы в рамках всех маршрутизаторов, поддерживающих ОСПФ, создаете общую картину, полную картину, можете, всех связанностей вашей сети, а дальше просто вычисляете кратчайший путь по действиям. Ну, и дальше всякие там аутентификации, чтобы, значит, никто не влез в эту вашу инфраструктуру, не все не поломал, туда-сюда, в общем, вот. Под Linux существует некоторое количество софта, которые умеют это делать. Из более-менее современных это BERT и FRR. BERT чуть более старый, а FRR прям совсем такой вот, видите, с большим количеством людей, которые его используют. FRR. Еще раз, идея состоит в том, чтобы не руками делать, обновлять маршрутные таблицы, особенно, когда это происходит в динамике, а помимо, собственно, той маршрутизации, которую обеспечивает сама операционная система, на уровне приложений запустить специальный демон, который будет обмениваться с другими такими демонами, этими самыми маршрутными таблицами, вычислять наилучший маршрут, ну и так дальше. Проблема обеспечения связности, она растет не здесь, хотя она похожа. Проблема обеспечения связности начинается тогда, когда у вас нету особых данных о каких-то чужих маршрутах. Вот вы администрируете свою собственную сеть, и у вас есть такой маршрут по умолчанию на вашего провайдера. А у провайдера, провайдер администрирует собственную сеть, и у него есть маршрут по умолчанию на мега провайдера. а у мега провайдера то есть как говорилось прошлой лекции процедура эскаляции ответственностью за маршрутизацию и дискаляции то есть когда мега провайдер говорит у меня есть вот такая здоровенная сеть там точно разберутся в какой под сети нужный адрес лежит процедура эскаляции дискаляции очевидно но понятное дело что мега гига универсальный провайдер всего это конечно плохая идея и такого не существует проблема обеспечения связности это последняя из задач которые решаются на уровне сетевом и она решается в общем очевидным хотя внутри себя весьма непростым способом очевидный способ состоит в том чтобы агрегировать все административно управляемые сети в одну внутри этих сетей сетей поскольку они в едином управлении можно запустить у спф можно руками настроить маршруты можно запустить какие-то другие просто протоколы внутреннюю можете зации вот там циск что-то умеет но после этой агрегации у нас получается некое пространство так называемых автономных систем и вот связность этих автономных систем друг с другом и стоимость маршрутов между ними нужно поддерживать в актуальном состоянии это и есть задача глобальное обеспечение глобальной связанности и главный протокол который занимается протокол bgp border gateway протокол идея слова border состоит в том что это протокол который отвечает за связность между администрированными системами то есть между системами как бы которые вместе не могут вне этого протокола договориться о том где у них что тут некто фишер видимо появившийся недавно среди нас спрашивает какой дистрибутив я использую и будет ли сохранена запись эфира запись эфира всегда сохраняется а вот она просто доступна исключается из плейлиста доступна в конце или даже не исключается вот будет сделана запись монтажа а дистрибутив я использую сделанный на основании основе дистрибутивов сообщества от linux team вот конкретно мной была взята какая-то типа минимальная сборка то что называется starter kit just что там джелс джаз чего-то там операционный джаз чего-то там операционной системы короче минимальный минималистичный из всех мастер наших стартер китов и вот и дальше я там на этот стартер кит навесил нужные утилиты значит человек с не очень приличным ником рекламируют тут целые всякие интересные сетевые решения ну в общем поскольку все что он тут описывает кроме слов не относится к теме но может быть вайшавка относится я это дело проигнорирую да значит в чем идея о кухо 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 а мы успеем в чем идея вот этого сложности и челлендж обеспечение глобальной связанности обеспечены ну во-первых несмотря на то что автономных систем не так уж много двухбайтный нумерации автономных систем давным-давно закончилось сейчас она а 4 кажется байтный то есть таки да много и во вторых для того чтобы обеспечивать хорошую связность вам нужно держать в памяти не только все адреса идентификаторы систем но и все маршруты между ними таких по утверждению ребят из ликми а по порядка полумиллиона вот некоторые говорят что больше то есть если вы планируете настоящий большой толстый bgp сервер который будет работать с так называемым full view то имейте ввиду что это full view всего интернета полмиллиона маршрутов хуже того понятное дело что поскольку да значит поскольку вы если вы можете захотеть использовать full view в общем в одном случае только когда у вас есть много рядом автономных систем с которых у вас есть связанность и когда вы хотите либо пропускать через себя трафик либо как-то манипулировать вот этой связанностью автономных систем снаружи чтобы минимизировать расходы ну там не только по деньгам может быть по там времени короче как-то выгадать до высчитать что в этом случае если если у вас есть несколько автономных систем в доступе и у вас есть цель поиграть с этими маршрутами вам нужен форум правда в этом случае к вам приедет не один full view а столько сколько у вас соседей ну потому что для двух принципиально разных точек двух принципиально разных автономных систем вот это вот карта интернета который они видят и стоимости в этом интернете будет слегка раз в общем много но если вы не собираетесь ни того ни другого вот вернее ну да то есть например у вас только один автономно одна автономная система в доступе или скажем одна еще backup но больше ничего то вам не нужен full view вы просто говорите вот у нас есть по умолчанию маршрут правда вам успф он называется не маршрут по умолчанию то есть не то что вообще всегда по умолчанию а так называемый last resort то есть последняя надежда вот она же и первое если у вас ровно одна автономная система связанности вот и и после чего вы встраиваетесь в вот эту мировую практику анонсирование присутствия себя в интернете маршрут до вас соответственно входит в систему бгп ну а дальше начинает вот этого всего мы точно не будем делать руками как вы как я уже говорил в начале масштаб все перечислено и многое многое другое можно найти в тексте который издевательски называется сети для самых маленьких в действительности это такой очень легкий трёп на очень сложные темы связаны с сетями вот как бы но 3 очень легкий информации там очень много в основном она не про линукса про специфическое сетевое оборудование типа циски вот в общем а значит можете сходить туда хорошие ребята линк мят линк мят по крайней мере веселый последнее и главное на самом деле тема на сегодня но у нас целых полчаса на нее это целевая маршрутизация что такое целевая маршрутизация целевая маршрутизация эта ситуация когда вам нужно смаршрутизировать пакет не по стандартному алгоритму табличной маршрутизации сеть такая это можете зато для нее такой табличным официзации устроено очень просто у нас есть сети у нас есть подсети у нас есть сетевая маска автоматом значит табличка просматривается если сетевая маска пакета совпадает с адресу известного известного маршрутизатора с сетевой маской наложенной на него значит в ней наложен соответствующую сеть значит туда то мы перри пересылаем если таких несколько выбираем самую точную из записи в таблице маршрутизации все но мы можем захотеть пересылать пакеты по каким-то другим правилам на основании свойства самих этих пакетов то есть не на основании получателя а на основании каких-то интересных данных которые мы наблюдаем в проходящем мимо пакете и в основном это будет разумеется свойства отправить тут андрей мне намекает что я слишком много упоминаю этих самых линдами об это уже звучит как реклама ну окей больше не буду в данном случае кстати не реклама подкаста реклама именно вот этого текста про сети потому что он в общем неплохой да там единственный недостаток он не правил по большей части не правил в случае линукса задача маршрутизации основанный на свойств пакет на свойствах пакета решается удивительно тупым и при этом очень гибким спортом достаточно гибким способом вы берете создаете несколько таблиц маршрутизации при получении пакета вы проверяете его свойства и в зависимости от этих свойств маршрутизируете его в соответствии с одной из этих таблиц все давайте мы начнем с я не знаю у нас тут два примера давайте начнем со второго примера он слегка проще вот в этом примере у нас будет еще еще один компьютер подключенный к интернету один маршрутизатор с целевой маршрутизации и некоторые пакеты с нашего исходного исходной машины будут идти в одно место в интернет а некоторые в другую смотрим значит это роутер нам нужен еще один а нет роутер нас один у нас к роутеру присоединено 3 сети мы должны сделать еще один еще один сервер клонировать связные с рв 2 мак адреса клонируем будем ли мы делать на нем компорты давайте будем потому что так будет удобнее настраивать компорты это у нас srv2 значит он будет tcp 2322 компорт сеть у него будет 2 называться а как она у нас называется на роутере изоле этот да этот инф нет а этот изоле это значит вторая сеть у него будет называться изоле этот вот я скажу изоле этот а ты чё сказал вот а в основном он будет работать в точности также как srv1 причем настолько в точности также что про это придется мне рассказать отдельно в течение там трех минут так запускаем его можно сразу потянуть и цель нам показывают сообщение по загрузке ядра ядро тоже видит эту консоль давайте сразу скажем ему модится правда у нас сейчас у нас вырубается потому что это тел нет но да труд труд давайте да хост сет хостным сразу ему srv2 вот и давайте мы просто тупо скопи пастим все что у нас было бы с рв1 сюда для этого нам нужно найти окошечко с рв1 вот она так что мы делаем а мы запускаем dhcpcd мы ленимся на нашем с рв2 запускаем дыхать чё но интерфейс хезек или я что-то не так сделал нет все нормально вот сейчас секундочку вот отлично что мы еще делаем настраиваем на этом это роутер сейчас вот можно вообще сложить зачем нам зачем нам эти окошки мы тел нетимся вот и это окошко нам не нужно вот настраиваем на нем этаж один а значит делаем на нем вот это настраиваю на нем этаж один где у нас тут этаж один забыл настроить хорошо айпи от от дев этаж один десять два два один слэш 24 айпи айпи link этаж два десять два десять два два 2 2 не работает а а а работает вот у нас наш марта наши машины роутер в результате подседена сразу к двум внешним серверам и чисто теоретически она может иметь доступ в интернет через оба но поскольку у нас здесь написано что здесь написано что дефолт в 10 10 111 то через 10 2 2 1 ничего не идет так маршизация здесь сделано сделано давайте еще этот самый еще api tables вот фактически у нас получается два совершенно идентичных сервера они и это то что я хотел рассказать в течение двух минут не просто идентичные они вообще идентичные обратите внимание что у них айпи адрес одинаковый одинаковый как так правильный ответ помните зачем нужны адреса из приватного диапазона ну скажем 10 8 она нужны для того чтобы их было бесконечно много в интернетах и они друг другу не мешать в данном случае мы имеем дело именно с этой с этим свойством вот есть компьютер у него есть один адрес другой адрес и в интернет то что вот здесь вот вот на этих интерфейсах у нас совершенно одинаковые пи адреса из приватного диапазона не волнует никому никого же не волнует чтобы у всех практически у нас дома 1002 168 001 адрес а дефолт ноги твой нет никого вот совершенно очевидно что это две совершенно разные сети что эти два компьютера не просто не видят друг друга а даже не конфликтуют друг с другом несмотря на то что у них одинаковые адреса еще раз потому что вот это вот сеть и вот это вот сеть друг другу никого отношения не имеют то есть когда вы эта особенность виртул бокса когда вы настраиваете сеть типа не несите панат осет типом над по умолчанию такую специальную это такой короткий путь который за вас делает виртул бокс который заводит целую целую виртуальную сеть в этой виртуальной сети заводят целый маршрутизатор целый там транслятор адресов ну и так дальше и так дальше все это делает за вас это что у нас есть две машины с рв 2 и с рв 1 совершенно одинаковыми настройками вот в действительности эти настройки им не мешают соответственно мы не можем получить доступ машины с рв 1 и с рв 2 да вот по ip адресу вот ну вот не можем от слова совсем мы как-нибудь потом разберем как это сделать по-другому чтобы эти адреса были другие но сейчас не можно вот то что тут 10 0 2 15 там 10 прекрасно значит теперь давайте заведем нашу внутреннюю машинку вот эту и будем над ней издеваться ну точнее 20 мы будем муштизатору конечно клонируем связанное клонирование новый mac адреса назовем его как нас там назван клиент никак не назвали клиент клонировать и этот клиент будет подключен к третьей сети из тех которые у нас есть на нашу муштизаторы который называется deep до роутер deep также как здесь клиенту мы включим ком порт это уже будет 2324 видимо до 2221 2324 включим ему ком порт ком порт я сказал ком порт и это будет ком порт 23 это будете сипишка выключаем 2324 окей запускаем клиент с клиентом все все просто у клиента будет айпи адрес как на внутренней сети сервера как на внутренней сети нашего маршрутизатора где мышь маршрутизатор вот можете давайте и настроим это будет этаж 3 этаж 3 об и адрес соответственно 10 3 3 2 2 24 метра все просто клиент наш он уже запустился давайте мы на него тоже затем не тим ся потому что пока что несмотря на всякие косички мелких так мне кажется удобнее да значит тел нет на 2324 это наш клиент и с ним все в общем просто поднимаем интерфейс настраиваем его 10 3 3 1 24 пинга им наш прекрасный маршрутизатор 10 3 3 2 работает айпи роут от дефолт via этот самый 10 3 3 2 все шикарняк более того даже трясутся заработать 158 250 действия не заработает что сделал не так я не заработал чё сделал не так pink 10 3 3 2 работает да а стойте а как он работает а нет вот он все нормально чем 300 не работает так не должно быть сейчас проверим довольно должен работать но хорошо пинг работает трясрут может не работать потому что там не доходит а все я понял мы должны то самое помните я говорил руками донести все маршруты до всех наших клиентов айпи роут от 10 3 3 0 24 я 10 1 1 2 вот вот теперь должно работать где у нас клиент клиент а он называется и сыр вы давайте мою переименуем а то мы задолбаемся сэр хост на им клиент вот да шо ж такое нет уж ты давай просыпайся так я так не не так не играю сейчас а мы на том и срывает настраиваю такой интересный вопрос срв 1 пинг 10 3 3 1 а не работает пинг 10 1 1 2 работает 10 3 3 2 тоже должно работать работать 10 3 1 почему-то не работает что дело не так расскажите мне пожалуйста почему не пинг не работает должен работать так пробуем значит это срв 2 это вот закрываем пока он нам не нужен так народ кто следит за ситуацией у меня почему-то пинге не идут вот с этой машины на на срв 1 вот вот прям вот не идут хотя вроде должны вот у нас а может пин сказать нет не идет сейчас давайте еще ну хорошо давайте выяснять потратим это время на выяснение даже интересно же да значит во первых у нас есть интерфейс этаж 1 да там и этаж 1 до сюда уже не доходит очень хорошо то есть плохо конечно но не доходит давайте посмотрим на роутере так роутер роутер срв 2 нас пока не интересует давайте посмотрим на роутере значит айпи и а дефолт вилл 1011 10 и дамп а кажется я знаю у нас роутер не роутер сиск тэйл нет а и а и а точно у нас роутер не роутер я забыл это сделать все сейчас все будет работать вот значит я забыл рода ручере настроить а рутер у нас был не роутера все это время ничего удивительного ну вот смотрите обратите внимание что с внутренней машины которые клиент у нас есть доступ в интернет через машину который срв 1 и вот теперь настала пора издеваться пора издеваться выглядит так как мы уже договаривались сделаем еще одну таблицу маршрутизации в которой напишем айпи роут от дефолт 10 в я 10 0 10 2 2 1 но назовем эту таблицу восьмидесятый тэму 80 то есть если мы примем решение что данный пакет маршрутизируется по правилам в таблице 80 и этот пакет должен будет уходить у нас через 10 2 2 1 если мы приняем решение что он по умолчанию по таблице дефолт она называется дефолт по-моему еще есть мы мы не нет еще есть муков локал длинные чё а ты был требуем да что ж такое шоу требуем дефолт нету значит main да вот таблица та таблица по умолчанию называется main еще таблица local она на самом деле состоит из всех правил для локальных сетей поэтому она обычно не показывается чтобы не мусорить вот и у нас еще появилась восьмидесятая таблица в которой лежит вот в это наше правило которым надо быть что теперь я хочу сделать я теперь хочу все соединения направленные на восьмидесятый четыре сорок третий порт ну давайте до восьмидесятый маршрутизировать по другим правилам по правилам из таблицы 80 для этого делать так айпи рули рули от добавляем правила destination порт восьмидесятый тейбл восемьдесят вот наши правила по умолчанию сначала посмотреть в локальной таблице вот в этой большой который никогда не показывается потому что она сама очевидная потом посмотреть попробовать посмотреть а нет ли у нас не на 80 или порт этот пакет если он на восьмидесятый порт то смотреть в таблице 80 а в остальных случаях смотреть в таблице main давайте мы только на нашем srv1 srv2 настроим тоже маршрутизацию ip road от 10 3 3 0 24 я 10 2 2 2 по-моему так нет по-моему да pink 10 3 3 1 да запустим здесь 10 10 10 10 10 дамб где у нас 2 срыва внутренний клиент сейчас внутренний клиент мы попробуем с него зайти на ну скажем пинг пинг трафик идет через srv1 так но это тут тут всякие всякие днс и ходят бог бы с ним днс нам не интересны еще тут наверняка нтп4 время он синхронизирует это тоже не интересно а я хотел сделать так неткат 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 этот самый яру как он называется восьмидесятому порту ну мы помним что в случае тел нет и нет от не работает но обратите внимание вот на что трафик который идет восьмидесятому порту у нас идет через жук срв2 вот вам полисе роутинг да совершенно справедливо андрей в этом случае мы должны четко четко указать на нашем роутере что есть некое правило вот это которое говорит что вот по таким свойствам пакетов у нас лука происходит не по таблице дефолта по таблице 80 у нас осталось 3 минуты мы можем попробовать реализовать вот эту схему в принципе разница между той схемы и этой стоит в том что у нас рули будет не депорт а source адрес классический соус роутинг мне кажется что не стоит тратить время на воспроизведение того же самого я лучше просто эти команды здесь впишу и вы можете сами попробовать потому что общий принцип абсолютно такой же на вот этом роутере у нас будет правило в котором будет написано что в случае если source вот смотрите хотя хотя слушайте это это быстро это очень быстро сейчас мы все сделаем от source под а сейчас а как же там будет from 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 10 333 24 ты был тоже самый 80 не 24 32 я так у меня все туда пойдут что сейчас написано что если в нашей сети появится машинка 10 333 то она вообще вся маршрутизируется через табличку восьмидесятую восьмидесятой таблички айпи роут шоу 80 ой сейчас а как это 80 нет во что мы сейчас сделаем мы за оставшуюся одну минуту мы может быть я чуть-чуть вас выжжу добавим в эту нашу конфигурацию еще один где наш вертолбалс дайте мне вертолбалс еще один хост этот хвост этот хвост засунем в ту же самую сеть дип выдадим ему айпи адрес ровно тот который мы указали в правиле а именно 10 333 и пронаблюдаем что весь его трафик ходит через второй маршрутизатор потому что мы так написать мне кажется это очень быстро делать он называется клон минимум и фиг бы с ним мы даже не будем ему включать ком порт мы его просто подключим к сети к сети дип дип запустим его и прямо в консольке нарисуем вот эту настройку ну чтобы не путаться айпи линк сэт дев сэт этаж 1 об об я сказал айпи а а дев этаж 1 10 333 24 этаж 1 линк господи прости 8 8 8 8 8 я нарисовал а api road road от дефолт 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 10 3 3 3 2 3 3 2 так здесь у нас ничего а весь трафик идет через срв 2 такая вот интересная картина почему потому что мы на нашем маршрутизаторе настроили такое правило вот оно что все что идет через 10 3 3 3 будет маршрутизироваться в соответствии с таблицей под названием 80 а таблица под названием 80 вот она дефолт через 10 2 2 1 вопрос и потому что сегодня сегодня все а вопросов нету значит тогда но совершенно очевидно какое будет домашнее задание какую-нибудь такую же висюльку простроить с более хитрыми или более там или оба оба варианта реализовать одновременно да мы можем это сделать вот фактически сделать то что я сделал сейчас на лекции я думаю будет такая домашка вот тогда если нет вопросов то спасибо за внимание будем надеяться на лучшее как обычно вот у нас мы расстаемся до следующей недели и до новых встреч тогда всего вам доброго